уважаемые господа читатели моих книжек и любители небольших роликов сегодня речь идет о фотографии перед новым годом у меня очень много пришло вопросов относительно съемки цветочков как это ни странно но видимо на новый год много времени и можно немножко развлечься и я снимаю цветы цветы я снимаю в том числе для специального календаря почему цветы ну во первых все их любят во вторых мне кажется очень смешным эта тяга к репродуктивным органам растений которые дарят ну понятно там на свадьбу ну когда предполагается использование логичных органов причем с результатом ну ладно понятно что на день рождения тоже понятно но когда все это происходит например связи с похоронами и радостный корреспондент сделав трагическое лицо сообщает о том что усопшего вынесли и засыпали га горой пиписок растительных но как-то не очень как-то это мне кажется не соответствует скорби но тем не менее столь забавная штука как репродуктивные органы растений да еще разноцветные значит они в общем украшают нашу жизнь и традиционно с времен там неандертальцев и кроманьонцев мы любим так разнообразить впечатление от нашей жизни съемка которой я занимался довольно много да иногда балуюсь и сейчас это съемка таких маленьких букетиков несколько лет назад даже был такой календарь на по-моему на 53 листа то есть там цветы на неделю он назывался и там цветочки в основном во всяких рюмочках то есть и можно и в графинчиках вот как вы сейчас видите на экране но графинчик в такого количества довольно сложно подобрать которые необходимы для подобных съемок поэтому я использую рюмочки но есть много преимуществ но например есть очень большие вот те же самые лафитники а есть маленькие то есть если у вас цветочек маленький то значит можно поместить в маленький лафитник но поскольку линейка к фотографии не прилагается то зрителям непонятно какого размера эти цветы чем я и пользуюсь то есть там на фотографии получается одинаковые рюмки хотя иногда это откровенная макросъемка я снимаю цветы вот во всяких таких сосудах стеклянных что конечно очень затрудняет съемку снимать стекло вообще сложно и есть специальные стеты которые этим занимаются но там набор приемов ограничено это все можно почитать что то есть у меня даже в книжках вот например формат искусство фотографий здесь есть несколько особенностей которые нужно учитывать при съемке цветов цветы они хорошо получаются не при прямой съемки когда вы выставляете свет что я делаю я во первых использую вот такие вот рюмочки прозрачные всегда заполняя их водой иногда подкрашенной такие рюмочки ставятся обычно на специальное основание с дыркой внутри которая позволяет осветить рюмку изнутри и тогда как вы сейчас увидите на фотографиях они начинают играть разными интересными цветами часто в рюмку набиваю листочки или сами разодранные цветочки что тоже создает колористический баланс с букетиком но обязательно делаю заднюю посветку то есть подсветка снизу вверх обязательно происходит букет плюс обычно спереди за камерой стоит софтбокс где-то метр на полтора и с одной сторон метр на полтора плюс два источника света которые рисуют собственно говоря и все осталось только решить проблему с фоном вот для календаря я использовал черный фон но для того чтобы он был по-настоящему черным во первых это у меня шелковый бархат который очень хорошо поглощает избытки света во вторых он отнесен за букет обычно от полуметра до метра чтобы уж совсем размыть еще из фокуса есть еще одна проблемка небольшая которую надо учитывать это использование камер современные камеры дают очень много но проблема в том что очень многие букетики они к сожалению слишком сильно высовываются вперед или торчат в бока или еще как-то общем и нужно при макросъемке сделать большую глубину резкости это сделать если у вас камера традиционная и у вас плоскость объектива равна плоскости или матрицы или пленки не получается вот для этого я использую вот такого типа камеры в том числе насаживая на них зачастую даже цифровой задник 4 на 5 дюймов хотя те букеты которые вы сейчас увидите они в основном сделаны именно этой камеры ну или и аналогом 4 на 5 дюймов объективы почти всегда исключительно высоко разрешающие апохроматы для макросъемки для того чтобы получились все волоски и детальки на цветочках если вам нужно общее впечатление общая картину тогда можете обратиться вот к этим четырем книжкам посвященные разному оптики и подобрать то что вам нужно по оптическому рисунку но сейчас мы переходим к самой сладкой так сказать новогодней части этого маленького сюжета посмотрите некоторое количество таких снимков сделанных как для календаря так и не вошедшие состав той знаменитой работы может быть вам что-то понравится это мне кажется отчасти интересно приобщитесь к этому на фоне бессмертной музыки одного из классиков музыкального искусства в исполнении кирилла прокопова на этом я с вами прощаюсь а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok